Архитектор программного обеспечения Фирма Icefire существует уже 18 лет на рынке Была организована бывшими сотрудниками Светбанка, Ханзабанка, 18 лет назад Я сам туда влился в этот коллектив Два года назад, а до этого было множество банков Начиная от Сберегательного банка Потом Светбанк, тогда еще Ханзабанк Потом Себбанк, потом банки в Швеции и в Литве То есть, в общем, много разных банков Сейчас фирма наша переживает тяжелые времена Тяжелые в своеобразном таком смысле слова Потому что, когда грянул ковид и началось вот этот маски-шоу Наши менеджеры все с перепугуно продавали много проектов И вот сейчас эти проекты начали подходить всех договорам Надо их начинать уже делать Поэтому мы срочно и очень много набираем народу Пользуясь случаем, скажем так, если у кого-то есть какие-то идеи Можно прямо ко мне обратиться Вот я использовал, так сказать, рекламную паузу Теперь, собственно, к теме Давайте поднимите руки, у кого эта программа Хоя инсталлирована Ну, есть кто руки не поднял, да? Давайте наоборот, поднимите, кто не инсталлил Как-то опять много Хорошо, тогда следующий вопрос Вот я не установил программу Хоя потому что Пожалуйста, приведите мне как можно больше аргументов Почему эту программу вы сами не установили Или кто-то из ваших знакомых не устанавливает ее по какой-то причине Лень А, не выхожу из дома Отлично Лень Лень матушка, да Не хочу Не хочу А почему не хочу? Не хочу Правильно Немотивированный отказ называется Поставил, удалил, потому что там ничего интересного Верно, там нет никакого вот этого акшена такого Не идет, не происходит ничего интересного Еще какие-то Я жаловался, что батарея в лутубе есть Балтарею якобы жрет, да? Балтарею кушает Так, тоже аргумент такой очень даже Я на этого не знал А? Знал А, во, кстати, не знал про приложение Самая главная причина такая скрытая еще есть Кто скажет? За нами следят А? Она следит за нами Она следит за нами И большой брат за нами следит Вот это самый главный такой аргумент Я просто стесняюсь сказать Да Вы как-то стесняетесь отрицательной Какой-то уже заранее у вас направленность на то, что это Кто не установил, тот типа Не, почему же? Это добровольный выбор Да Давайте пойдем дальше Сейчас немножечко посмотрим кино Буквально 2-3 минуты Потом можно в ютубе будет найти Эту небольшую такую Небольшую такую игру О том, как происходит распространение вирусов И потом можно будет перейти уже, собственно, к теме Это симуляция Кто-то сделал еще в начале марта ее Мы заболеем все Что-то сделаем еще вирусов Вы можете думать, что это Репресцентнее 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 The probability of infection In half Remember, the way this is running For each day that a susceptible person Is within that radius of an infectious person They have some probability of becoming infected By default, I've set it to 20%, but this is the number that we're now going to cut in half You might think of this as better hand washing Better cough protection And less face touching As you might expect, it spreads out the curve In fact, it does this by quite a lot Which really illustrates how changes to hygiene Have very large effects on the rate of spreading The first of several key takeaways here that I'd like you to tuck away here Я покажу просто некоторые фрагменты со всем You may be aware that I'm a huge fan of YouTube channel 321 Brown Run by Vance It's great I just have Может, чуть-чуть потише Можно, да The goal is probably to reduce the total number of people who die Which is going to be some proportion of this removed category in the end Так, это не тот Окей-балки Вот это правильное A little close enough to get infected The point is that those interactions are much rarer Let's take a look at four separate runs here In each one of them, after we hit 50 cases, I'll turn on social distancing But in the top left, we'll turn it on for everybody In the top right, we'll turn it on for 90% of the population In the bottom left, for 70% of the population And in the bottom right, for only half the population What would you predict is going to happen? As you might expect, with 100% of people who avoid each other, the disease quickly goes away, entirely And in all four cases, the presence of some kind of widespread social distancing definitely flattens out the curve However, Ну, еще последний коротенький фрагментик этого, этого, этой симуляции This combination is, indeed, very effective But I want to emphasize again how the most desirable case is when we can consistently identify and isolate cases Even in this central market simulation, which, let it unchecked, gives a huge conflagration Being able to do this effectively still halts the epidemic And our little dots don't even have to be repelled by each other or stop their trips to the central spot In real epidemiology, by the way, it gets way more sophisticated than this With tactics like contact tracing, where you know Вот мы так плавно подошли к этой теме Потом посмотрите в YouTube Эта презентация вы наверняка распространите И линк там тоже будет Там рассматриваются всевозможные вопросы Как влияет мытьё ру Как влияет социальное дистанцирование Если кто-то, например, не соблюдает этого социального дистанцирования Что будет со статистикой Как влияют закрытие или открытие центральных точек То есть какие-то школы и так далее Вот такие вещи Все возможные симуляции проделаны Насколько это отражает действительность, это не знаю Потому что это всё-таки было в начале марта сделано Может быть, сейчас уже цифры какие-то другие Но, в общем-то, мы сейчас не об этом А о том, что такое программа Хоя, как она работает Переключусь обратно на слайды О, хорошо Ну вот, значит Есть один очень мощный метод Как полностью подавить всю эпидемию Это просто изолировать всех от всех Мы это уже как бы попробовали Не понравилось особенно никому Поэтому, да и технически это невозможно сделать, скорее всего Люди всё-таки должны как-то что-то делать Поэтому это как бы не вариант Или, по крайней мере, ну очень крайний вариант совсем Ну, следующий вариант Давайте изолируем больных Это очень хорошая идея Если вы чувствуете себя плохо Самое лучшее, что можно сделать Это действительно остаться дома Там, может быть, сделать тест Ещё что-то Всё это очень здорово Единственная проблема с этим делом Это то, что этого недостаточно Потому что люди Смысл, вернее, особенность коронавируса И вообще всех вирусов такова Что люди начинают распространять этот вирус До того, как они почувствуют себя больными А может быть, даже не почувствуют Потому что есть такое бессимптомное течение А может быть, просто не пойдут тестировать А может быть, тест не даст неправильный результат То есть получается, что вирус распространяется Даже до того, как человек почувствовал себя больным И до того, как он понял, что он заболел Поэтому следующий логический шаг Это каким-то образом определить Кто мог контактировать с теми, кто заболел И попросить их оставаться в карантине Такой очень логичный шаг Он уже много столетий назад применялся Тогда просто делали так Если в каком-то городе кто-то заболел Весь этот город окружали там, не знаю Забором и никого оттуда не выпускали В принципе, вот то же самое Вопрос только Это называется изолирование контактов Вопрос только, а как эти контакты найти? Давайте, теперь вы мне тоже расскажете Как можно найти людей, с которыми Которые контактировали с больным человеком? Без аппликации сначала У мобильного телефона? Не-не-не-не, вообще без никаких электронных средств Спросить у больного Правильно, надо спросить у больного Это самый распространенный способ И сейчас так и делаются Эти люди, которые занимаются опросом больных Называются коронаследователи Они есть везде, во всех странах Это просто, это должность такая Что они делают? Вот сейчас, если человек в Эстонии заболел Сходил на тест И тест оказался положительный Ему звонят Говорят, что вот, у вас положительный результат Пожалуйста, оставайтесь дома У кого-то есть такой опыт, кстати? А может и нет А может и нет никакого коронавируса? Логика такая Среди моих знакомых нет ни одного заболевшего Значит, коронавируса нет Ну, тем не менее, хорошо И после этого начинается такой процесс Анкетирование То есть спрашивают Вспомните, пожалуйста, куда вы ходили Последние две недели С кем вы встречались Давайте, выпишите все свои контакты И потом этот сотрудник будет звонить контактам Ну и, соответственно, что-то там делать Изолировать их каким-то образом Или попросить там остаться дома Это работает Это результаты этой работы Мы все часто читаем в постемесе Дельфи Говорят, а вот там вот в Кохлоярве А вот там вот в Нарве Образовался очаг заражения Откуда они все это знают? Они вот именно этот процесс и делают Опрашивают людей Кто с кем встречался Кто с кем контактировал И, соответственно, стараются изолировать Конкретно одну какую-то школу Одно какое-то предприятие Там еще что-то Еще что-то Вот это и называется так Отслеживание контактов Такой способ Какой еще способ можно предложить Без аппликации? Собаками Собаками О, кстати, я тоже прочитал недавно Что в Финляндии есть такие Уже появились такие собаки Которые в аэропорту Унюхивают коронавирусных людей Неплохо Как? Ну, я не знаю, за что купил За то и продаю Еще какой вариант Вот я недавно встретился с таким вариантом Прихожу на концерт И там на входе Организатор концерта предлагает Бумажку, где можно написать свое имя Телефон Ну и подпись И там разъяснено что Если вдруг на этом концерте Впоследствии окажется, что был коронавирусный человек Тогда вам позвонят по этому телефону И соответствующим образом Вы согласны, чтобы это сделали Вот такой вариант, например Предлагают, например, оставлять свои контактные данные Там на входе в ресторан Там в бар, еще куда-то Это сейчас как бы Такие мысли Они где-то витают в воздухе Измерение температуры Все остальное Ну, это немножко не относится к контактам Это уже вопрос диагностики Так же, как и собаки тоже Вопрос диагностики Еще один интересный вариант Вот я увидел буквально вчера Выслеживание контактов Вот такой вот, да? Ну почему? Все способы они как-то работают Что еще? Ну, например, можете сообщить своему работодателю Что вы вот остаетесь дома Потому что вот у вас позитивный тест И работодатель уже как-то там сам организует Чтобы вот был кто-то изолирован Может быть там уйдут все на удаленную работу Родственникам, наверное, вы позвоните Что вот берегитесь Я заболел Теперь мы с вами там были на день рождения Наверное, вот вам тоже стоит Как-то не посидеть дома Такой вариант Некоторые публикуют Прямо эту информацию в фейсбуке Типа я сижу Печалька И все сразу смотрят Как-то не встречался ли я с этим человеком Последние две недели То есть На самом деле Вариантов много И они не предполагают использование Никаких аппликаций Много Можно придумать всяких разных вариантов Вопрос только в том Какие у этих способов проблемы? Медленно Медленно, не оперативно, да? Вот там Субъективно Да Ну верно, да Откуда я знаю с кем А? Пахая память Откуда я знаю с кем Я две недели назад встречался? Ну я просто их не помню Возможно фейки Да Можно там, не знаю, сказать Что я ходил там, не знаю Куда-нибудь в Риге Когу Например на экскурсию Зачем-то или там что-то еще И всех тогда посадить на карантин Ну да В концерте было там пару тысяч Да И всех на карантин Чух Это варианты, да Дальше что? Ограничивают выборку знакомыми людьми Да, тех, кого вспомнил Если я еду с кем-то в международном автобусе Разве я у них спрашиваю телефоны и имена? Ну не спрашиваю Откуда я их узнаю? Как я могу назвать? Или, например, в городском автобусе То есть это как бы немножко не работает И есть, конечно же, еще одна причина Причем, наверное, самая большая То, что все эти способы Они влияют Вернее, не влияют Они разглашают частные данные Либо добровольно человек разглашает свои данные Либо недобровольно Либо вот эти короноследователи Эти данные получают Они, конечно, их не распространяют Это ясное дело Но все равно Даже сам факт того, что они собираются Кто с кем контактировал И кто с кем встречался Это уже как бы почти что слежка Плюс, кто не будет раскрывать на ног Да, и люди у всех есть свои скелеты в шкафу Не всем хочется говорить, где была какая любовница Правильно? Ну есть, так сказать, право на частную жизнь Да, вот эти и такие проблемы и есть Поэтому, как только начался коронавирус Сразу же появились идеи А давайте как-нибудь это все автоматизируем Давайте как-нибудь что-нибудь придумаем Так, чтобы это все работало само по себе И причем как-то хорошо И вот тут такая шкала времени Начиная с марта Здесь случился BEMS И первое, что можно так сказать Можно вспомнить Это в Южной Корее Появилась такая система Они назвали это Data Integration Platform Никакой аппликации там не было А что они делали? Они публиковали в интернете На специальном сайте Данные всех зараженных людей То есть имя, фамилию, где живет, где работает И куда ходил И люди сами смотрели, так сказать Кто, куда, с кем мог встречаться То есть очень эффективная система Неэффективная Неэффективная, да? Ну, скажем, провоцирует, так сказать Охоту на людей И вообще, скажем так Провоцирует много всяких разных Очень такая сомнительная система Южная Корея В Южной Корее было все очень хорошо С точки зрения графика Да, у них хорошо, кстати, все пошло Сработало это эффективно? Да, видимо так работает, да Люди не хотели списывать Следующий ход, который Следующий ход, который быстро очень появился Буквально через 2-3 недели После начала Такого общего Европейского карантина Это стали появляться аппликации На основе позиционирования Да И даже в Эстонии Как-то обсуждалось Такой вариант Болт Я так понимаю, вышел как-то С одной инициативы Давайте мы в свою программу Или на основе своей программы Быстро-быстро сделаем Такую штуку, которая По ГПСу определяет Кто с кем рядом находится Ну, что-то дальше это не пошло Ну и хорошо, что не пошло Тут есть разные технические варианты Но давайте поймем вот что Если есть аппликация, которая Отслеживает положение по координатам То, чтобы понять, что 2 человека Находятся в одной точке Нужен обязательно сервер Который как раз и поймет, что 2 человека Находятся в одной точке Каким-то образом этот факт зафиксирует Без этого никак нельзя Два телефона друг-друг Даже если у них есть GPS Они никак не смогут друг другу понять, что они рядом Это так не работает Хорошо, в группе Списывает координаты Где-то и подел Да, да, ну в принципе он так и работает Полный трек надо куда-то сохранить И, нет, мы в целе Но это надо на сервере сделать, на каком-то. Ну как иначе? Вопрекатель. Вопрекатель, а как я получу его данные делать? Нужны треки всех людей у тебя в памяти. Хорошо, на Амазоне. Ну вот, я про это и говорю, про Амазон. То есть какой-то сервер нужен, который будет что-то хранить. Либо он будет хранить треки всех людей, что вообще очень, так сказать, неправильно. Либо он будет сам детектировать эти совпадения и хранить только совпадения. Ну, как бы можно разные варианты тут придумывать, но получается все равно, что кто-то будет знать о том, кто с кем встречался. Такие, значит, системы. Далеко эти системы не полетели. Дальше появилась аппликация Trace Together. Это Сингапур. Довольно быстро они сделали аппликацию на Bluetooth. Ну, идея очень простая. Два телефона находятся рядом и каким-то образом определяют, что они близко по сигналу. Обмениваются там ключами каким-то. Я потом расскажу, как это точно работает. Но, в принципе, они могут друг друга задетектировать. И вот сингапурская программа, она была такая первая, которая такими вещами стала заниматься. Появилось сразу же такое, вот это приблизительно уже в марте где-то в середине, появился некий консообъединение, которое называлось Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, который, в принципе, так описывал, как надо это делать, приблизительно вот в этом духе, как работает сингапурская программа. То есть она не использует GPS? Она не использует GPS. GPS не нужен в этом случае. Сразу бюрократические структуры появились. Да, появилась, но это даже не бюрократическая структура, это какие-то ученые собрались, профессора. Но тут же через некоторое время появилось следующее объединение ученых, которое называется Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. То есть, видите, почти даже одинаковое название. И, естественно, между ними возникла священная война. Потому что выяснилось, что одно объединение называется централизованное детектирование, а другие прямо сразу декларировали, что они децентрализованы. Какая в этом разница? Они, кстати, ни сном, ни духом не знали, что они централизованы, их просто потом так обозвали. В чем разница? Разница именно в том, что в этой модели детектируются контакты по Bluetooth, но потом, когда выясняется, что человек заражен, его контакты складываются на сервер. А сервер уже рассылает во все стороны уведомления. То есть, это централизованная система. А децентрализованная система, про эту как раз я буду рассказывать на следующем слайде, и программа Hoia как раз-таки работает на децентрализованной системе, когда нет такого сервера, который рассылает уведомления, а телефоны сами понимают, что им надо запищать. На следующем слайде покажу, как это происходит. Что тут дальше произошло? Была довольно большая полемика, жестокая, потому что есть, естественно, плюсы и минусы у этих систем. Правительства, правительства европейские сначала очень даже сильно склонялись вот к такой модели. Правительства, они вообще любят заглядывать в частную жизнь, поэтому для них это было, так сказать, такое лакомое кусочек. А давайте сделаем, а потом еще что-нибудь придумаем на этой системе. Раз уж мы и так знаем, что кто с ним встречался, так давайте еще потом что-нибудь придумаем. В общем, и к тому же, это быстрее можно было развернуть, и там технически, может быть, немножко проще. Но помощь подоспела откуда не ждали. Именно вот этим вот ребятам. А именно Google и Apple договорились быстро, еще в конце марта они уже договорились, а в середине апреля они опубликовали, опубликовали, ну скажем так, протокол о намерениях, что они введут на уровень операционных систем поддержку вот этого вот proximity tracing именно по вот такой вот децентрализованной системе. они тут же договорились вот с этим консорцием, с MDP3T, договорились о том, сами поменяли что-то под воздействием этих ученых, и эти ученые тоже поменяли у себя под воздействием Google, ну и Apple. В общем, они образовали, так сказать, довольно такую плотную связку. Что дальше произошло? Первая проаппликация, которая была разработана именно на вот этом протоколе, это Швейцария, они ее выпустили, она заработала, но, несмотря на это, упорные правительства UK и Франс, они все-таки выпустили аппликации на вот этом варианте централизованного определения контактов. Но не пошло ничего. То есть количество инсталляций было катастрофически маленькое, люди, видимо, как-то все-таки разобрались в разнице между централизованной и децентрализованной моделью, и не стали инсталлировать. Тут уже подоспели всевозможные другие страны, в том числе и Эстония выпустила 20 августа свою аппликацию, вот эту Хою. Но сейчас можно сказать, что, скажем так, вот эта модель, она, в принципе, победила в Европе, и Франция, и UK, в общем-то, объявили о том, что они перепишут свою программу на именно децентрализованную модель. — А про московскую программу не слышал ничего? — Не слышал ничего. — То есть вы не знаете? — Знаете, там в Москве какая-то хитрая программа есть, которая следит за тем, что человек не выходит из дома. Но это совсем не то, это не об этом. Это такая карательного плана программа. — Почему Google и Apple сразу не смогли устроить свои операционные системы? Собственно, эти программы, чтобы не надо было их писать. Надо сказать, что они в принципе так, они в принципе поняли, ну не поняли, они сделали довольно хорошую вещь. Они встроили туда в операционную систему свою математику, вот именно обмена ключей. А почему каждая страна пишет свою аппликацию? Это очень простой ответ. У разных стран разные системы здравоохранения. На следующем слайде я покажу, зачем нужна. Зачем нужна именно своя собственная аппликация для каждой страны. Кстати, Google и Apple, они уже вот где-то здесь. вот выпустили такую общую такую аппликацию для тех стран, кто не может написать свою собственную. Так что они в этом смысле помогли. Просто если бы они это сделали, не надо было бы ничего и устанавливать, все люди бы сразу заплатили. Да, может быть, к этому делу и идет. Они выпустили аппи, да? Но здесь мы говорим только про аппи. Про аппи, да. И надо сказать, что сейчас этот аппи, он находится уже во всех телефонах, которые сделали апдейт операционных систем. И даже если у вас не установлена программа Хоя, ничего подобного, телефон уже может участвовать в обмене вот этих ключей. Ну, там надо в сеттингах что-то включить и тогда будет работать. то есть вы как бы уже участвуете в этой системе. Единственное, что вы не можете, вы не сможете себя отметить больным. То есть если вы заболеете, то без программы Хоя отметить себя в телефоне больным и, соответственно, начать оповещение других людей вы не сможете. Это единственное. Но вы можете получить оповещение, если вдруг кто-то отметил себя больным и вы с ним контактировали. То есть такая немножко односторонняя, однобокая... Данные уже собираются, если вы специально не выключили это в сеттингах. Большие гуглы. Надо сказать, что была большая была большая баталия где-то в середине лета европейские правительства с гуглом Аплом бодались по поводу того, что уж гугл больно и с Аплом уж больно скажем так безопасную систему придумали. То есть невозможно ничего оттуда взять. Давайте уж переделаем как-нибудь так и уговаривали Google и Apple переделать и так, чтобы хоть что-то можно оттуда было получить. Какие-нибудь данные такие статистические об эпидемии, где, чего, где, например, кто себя отметил и так далее. Давайте хоть что-нибудь получим из этой системы. Но Google и Apple были непреклонны в этом месте и поэтому оттуда, в принципе, получить-то ничего нельзя. Но все-таки они что-то собирают? Они? Конечно, наверное, собирают. Да уж, наверное, что-то собирают. Да. не слышно. Народ, тихо, не слышно. Как себе повел iOS и Apple в этой ситуации? Ну, в этой ситуации они довольно хорошо сотрудничают и Google и Apple. Да. Потому что без помощи операционных систем вообще, говоря, что-то сложно построить. Потому что, хотя бы потому, у меня самого Apple нету, это Android телефон, но, по-моему, там, если твоя аппликация не находится на первом экране и она использует Bluetooth, то она использует Bluetooth не может в бакграунде. По крайней мере, было такое ограничение. Это было очень плохо для всех разработчиков, поэтому, когда они пришли со своим фреймворком, это сильно облегчило работу. Потому что, именно эти аппликации могут работать в бакграунде. Окей, это все такая история. То есть, вроде как бы немного времени прошло, но уже очень много чего сделано и очень много каких событий произошло. Давайте посмотрим, как оно все-таки работает. Сразу же задавайте вопросы, как только, если что непонятно. Потому что, много раз этого... Да? У меня вопрос, который вы не ответили. Хорошо. Если все-таки Apple и Google собирают данные, как-то математически анализируют, по каким местам это все считается децентрализованным? Я, на самом деле, даже не могу сказать, что они там собирают. Давайте посмотрим, как аппликация работает и, в принципе, понятно, что они собирают и куда они все это складывают. Так. У нас есть девочка и мальчик, Мария и Юрий, и у них есть телефоны. И что делают телефоны? Телефоны каждый день генерируют уникальный ключ и держат у него себя в памяти в секрете. Каждый день этот ключ меняется. Каждый день на сутки. Да, на сутки. Ключ на сутки. Да. Это рандомное число, там, в общем, просто рандомное, не несет никакой информации. Дальше что? Из этого рандомного числа каждые 10 минут генерируется другой ключ. Каждые 10 минут. Ну, хаш, там, какой-то хаш, добавляется время, еще генерируется новый ключ. То есть, зная этот ключ, можно вычислить всегда все вот эти 10-минутные короткие ключи. Ну, это как бы функция однонаправленная. Если же ты поймал маленький ключ, но 10-минутный ключ, то получить этот ключ нельзя. Ну, такая вот криптография. Дальше что? Телефоны распространяют эти маленькие 10-минутные ключи вокруг себя по блютуфу постоянно. А другие телефоны эти ключи ловят. Как только телефоны обнаруживают, что они уже 10 минут ловят один и тот же ключ, и он достаточно сильный сигнал, то они эти ключи записывают. Что значит достаточно сильный? Достаточно сильный понятие очень растяжимое. Почему? Потому что блютуф, вообще говоря, не предназначен для того, чтобы мерить расстояние. Не предназначен. Уровень сигнала? Уровень сигнала. Можно померить силу сигнала, да? Но, опять же, моделей телефонов очень много. Конструкции разные, передатчики разные, приемники разные, все разное. Поэтому, так сказать, одну универсальную формулу вывести нельзя в зависимости от расстояния от сигнала. Поэтому проведена какая-то гигантская работа именно Google и Apple. Что они сделали? Они набрали в себе всевозможных телефонов со всевозможными моделями и конструкциями. Они сделали замеры вот так вот, как сигнал зависит от расстояния, и встроили вот эти поправочные таблицы прямо себе в операционную систему. Так что, в общем, есть какая-то магическая математика, которая позволяет по силе сигнала определить приблизительно его расстояние до другого телефона. По силе сигнала и модели телефона? Да, по силе сигнала и модели телефона. Потому что вместе с ключиком передается модель еще телефона. Так, чтобы можно было поправочные коэффициенты это ввести. Значит, какие там условия? Достаточно долго это 10 минут, а достаточно близко это меньше 2 метров. То есть, если это приводится 10 минут 2 метра, тогда ключики записываются соответственно в память. Да. Так, хорошо. Звук там влияет? Нет, но это находится в помещении, на улице. Ну, конечно, влияет. Но сами знаете, что если через стекло... А через стекло не перейти? Да, это никак не учитывается. То есть, Bluetooth не знает, находится ли это на воздухе, где ветер дует или это в таком помещении, как сейчас. Это никак не учитывается. Окей. Да. Что через стекло? Ну, считается так, что даже маленькая гиперковая стена уже не пропускает толком Bluetooth сигнал. Но это фигня? Не, не фигня, потому что тогда и вирус не пропускается. Хорошо, а если получается... У меня наушники-то работают. Да? Хорошо, так, хватит. То есть, получается, они каждые 10 минут генерируют новый ключ. Да. Правильно. Хорошо, если я 10 минут стою и говорю с одним человеком, но из них 5 минут получили... Ну, там на самом деле есть какая-то... Есть какая-то... Есть какая-то самая... Логика. На самом деле чаще. Немножечко почаще. Или, может, ключи немножко подольше. Ну, в общем, идея такая, что 10 минут, как ключ слышно, он записывается. Так, что дальше? Ну, и таким образом люди гуляют. Не, не, никуда не передается. Вот, вот, никуда не передается. Люди ходят, ходят, накапливают себя сюда чужие ключи 10-минутные. Довольно большой список. Вот сейчас мы посидели, да, у меня там телефон наловил огромное количество ключей, наверное, от первых рядов. И никуда эти ключи не передаются. То есть, более того, ключи анонимные. То есть, из ключа невозможно понять, чей это ключ. Там ничего не написано в этом ключе. Невозможно понять, когда телефон его поймал. Он его не сохраняет туда дату. Он сохраняет только дату, но не время. Потому что дату-то надо сохранять. Потому что когда был контакт, в смысле дня, это надо знать. Ну, и, конечно, там никаких GPS-координат тоже нет. То есть, непонятно с кем, непонятно, толком непонятно когда и непонятно где. Но контакт был. Вот этот факт остается. Ну, теперь, хорошо. Допустим, один из участников заболел, и теперь надо как-то уведомить другого. Ну, понятно, что напрямую не получится. Они же ушли, расстояние уже большое, все, как бы это уже через несколько дней, этого Юрия там уже больше нет. На этом месте. Поэтому Bluetooth использовать для этого не выйдет. и вот нужна какая-то база данных, через которую все это будет передаваться. Сервер? Сервер. Сервер. Yes, сервер. А как же, а как же, вот что-то здесь не так. А как же насчет децентрализованности и прочего такого всего. Значит, что мы сделаем? Вместо того, чтобы просто возьмем этот ключ, на самом деле, ключи за последние две недели, и вот эти 14 ключей опубликуем вот в эту общедоступную базу. База не секретная, то есть она имеет вообще открытый интерфейс, никакого там нет, не авторизации, ничего. Каждый человек может взять и скачать себе всю эту базу. Ну, при определенном желании на компьютер и посмотреть, что там за ключи. То есть это содержит, скажем так, больные ключи. Опять же, по этим ключам невозможно установить, чьи эти ключи. Тут один сразу нюанс возникает. Если человек пойдет, нажмет кнопочку «Я больной», там и есть в программе такая кнопка «Я больной», и этот ключ сразу попадет сюда, то, в общем-то, в принципе, финита ля комедия. Все начнут нажимать эту кнопочку и в эту базу скопится очень много фейковых ключей от людей, которые на самом деле здоровые. Поэтому так не получится. Прежде чем этот ключ попадет сюда в общедоступную базу, человека перенаправят на портал пациента. Вот как раз таки здесь и нужна эта именно аппликация, локальная, местная. Потому что о портале пациента, куда там чего перенаправлять и как там потом все будет внутри работать, знает только локальная аппликация. Ну, какие-то там Google и Apple, они не возятся с такими вещами, как системы здравоохранения в Эстонии. Здесь перенаправление происходит, то есть аппликация открывает браузер в телефоне и в Орле подается ключик временный. Но не этот ключик, а какой-то другой, рандомный. Человека просят туда залогиниться, Smart ID или Mobile ID. Так. Портал пациента знает и так все обо всех, поэтому он точно знает ИСИКУ-код, знает больной, не больной, результаты анализов, там все хранится, все, что только возможно. Ну и после того, как эта проверка прошла, сюда посылается подтверждение. Опять же, подтверждение не содержит никаких клиничных данных, это просто, опять же, вот тот же самый рандомный ключик, который пролетел здесь, просто сохраняется в эту базу данных, а уже потом телефон сохраняет свои 14 ключей. И если вот этот проверочный ключ совпал, тогда 14 ключей записываются в эту центральную базу данных. Это очень похоже на этот УАЛС-систему. Сходил вроде, куда-то авторизировался. Да? Хитрая система, в плане того, что откуда этот подтал знает, как он получает перетисцировочные индивиды и перетисануты? Здесь происходит редирект, то есть в браузере, в телефоне открывается браузер, а в УРЛе находится вот этот самый... Я имею в виду, что больной, когда он дает сумму маленький ключ, он как будто даже впечатляет что он не перетисануты и перетисануты информации о себе. Смарт-айди, мобиль-ид. Он себя полностью идентифицирует, человек. На этой стороне да, но аппликация об этом не знает. Окей, все знают. В принципе, здесь такое как бы разграничение есть. Здесь ничего не знают о людях, а вот здесь наоборот все знают о людях. Портал пациента пришлось тоже доработать. Да, портал пациента пришлось тоже доработать, чтобы сделать вот этот вот редирект, вход сюда. И нижнюю стрелочку. Ну и нижнюю стрелочку тоже. Там сохранение вот этого временного ключика. Естественно, там защита от всевозможных взломов и предусмотрена. В частности, вот это подтверждение действует, по-моему, сколько-то там, пять минут. То есть, через пять минут телефон должен уже в течение пяти минут сохранить свои 14 ключей, потому что это, опять же, публичные API. Так что... 14, это две недели, две последних недели. 10 минут, много ключей. Да, он добавляет сзади. Да, здесь сохраняется только 14 ключей дневных. Вот эти маленькие ключи, они вообще никуда не двигаются. А повторите, пожалуйста, последовательность действий. То есть, человек узнает о том, что он больной, то есть, у него положительный тест. Так, еще раз. Он нажимает на кнопку? Да, человек узнает о том, что он больной, ему звонят. А, ему звонят и говорят, что... Ему говорят, если у вас есть аппликация, пожалуйста, нажмите на эту кнопку. А, окей. Да, идет на кнопку и проходит вот эта вот процедура. Я скажу сразу, что использование аппликации добровольное, но пропаганда использования аппликации возможно, как я сегодня и сделал с самого начала. Далее, нажимание на вот эту кнопку, я больной, оно тоже добровольное. Никто не сможет проверить, нажал или не нажал. Невозможно. Хорошо. А за другого человека можно сказать, что типа вот... Он больной. Он больной. Не, невозможно. Ну, ты должен сам зайти со своим собственным вот этим вот мобилем. То есть портал пациента до нажатия кнопки уже знает, что человек болен. Да, конечно. Потому что человеку звонит уже только тогда, когда это все уже зафиксировано в системе. У меня тут... Просто... Я тут получил notification. Notification. Да. Вот этот notification, который будет здесь. Я не знаю, какой. А. Я получил... Тут написано, что проверка контактов 18 проверок за последние 14 дней. Ну, это не notificация, это просто статистика. Да. Но я-то этого не знаю. Нет, у меня... Сплю себе это спокойно, никого не трогаю. У меня включается хоя и кричит. Кричит? Да, что вот у тебя notificация. Ну, как-то так себе. Начну когда она кричит, это очень понятно. Там буквально какая-то красная табличка. Я, правда, не видел ее ни разу. Нет, я сам не получал. поэтому. То есть, получается, если рано по-разному друзьям, говори, что типа если не позвонили, а я группы пользователей взял телефон жены и отвергился своим смартфон без проблем. Да, без проблем. Это возможно, конечно. Такие атаки невозможны. Хорошо. Что же дальше происходит? Дальше все очень просто. Два раза в день все телефоны, которые в этой системе, они скачивают все новые ключи, которые они не видели. Все эти большие ключи, ну, там, конечно, инкрементально скачивается, не каждый раз всю базу, а только то, что он не видел. Они проверяют раз, два раза в день, то есть буквально за полдня, потом еще за полдня, потом еще за полдня, вот такими блоками. По полдня, да. Это база данных эстонская. Да. Не имеет смысла скачивать пока литовский, латышский и прочие другие ключи. Но об этом позже чуть-чуть, как это будет потом работать. Но дальше что? Когда этот ключ уже здесь, вот этот желтенький ключ, из него можно вычислить все десятиминутные ключи, просто грубой силой вычислить, и посмотреть, не находятся ли у меня в памяти вот этот маленький какой-нибудь из этих десятиминутных ключей. Если он там находится, тогда телефон начинает пищать. И посылает, не посылает, вернее, а показывает на экране уведомление о том, что вы были в контакте с человеком, у которого выяснился ковид, и там инструкции, оставайтесь дома, позвоните там, может быть, семейному, наблюдайте за своим здоровьем, при необходимости позвоните семейному врачу, и там еще какие-то телефоны, в общем, инструкции. запишите завещание. Да, пишите завещание. Да. А если у меня стоит режим низкого энергопотребления? Это очень хорошо, потому что как раз именно режим низкого энергопотребления там и используется. То есть, есть Bluetooth, есть Bluetooth Energy, Energy Saving Bluetooth, и есть такой мощный Bluetooth. Так вот, здесь используется этот энергопотребление, энергосберегающий Bluetooth. Это запутка. В том смысле, что в какой-то версии, в каких-то версиях операционных систем Bluetooth попадал под категорию геолокации. На самом деле, в принципе, это правильно, потому что, если у меня здесь Bluetooth-передатчик, и я включил себе Bluetooth, то в принципе, можно понять, что я где-то рядом. Поэтому геолокация, она проходила под маркой Bluetooth. Bluetooth попадал тоже в эту категорию. Сейчас, по-моему, и Google, и Apple это дело поменяли, поэтому геолокация у них это точно GPS, а Bluetooth это Bluetooth. Разделили это. Но начально это было именно так, что нужно было подтвердить геолокацию, и всех это сильно смущало. Да-да-да-да-да-да-да-да. Это на самом деле же вы не отключаете ни GPS, а вы отключаете вообще геолокацию. Ну вот. Нет, не будет. Даже день. Подозревай всех. Да, подозревайте всех, именно так. причем здесь это скачивание происходит, я сказал, примерно два раза в день. Примерно это значит действительно примерно. То есть вам даже, когда вам придет сообщение, ну трудно понять, от кого оно могло бы прийти. Конечно, если вы живете на маяке каком-нибудь, да, и к вам один человек за две недели приезжал, а потом пришла нотификация, ну понятно, кто придет нотификацию. Но так вообще нет. У меня вопрос. Если Юра еще встречался с кем? Молодец. Да, с Васей. То и в итоге заболела девушка, а Вася передает? Нет, не придет. Ну то есть нет, не распространяется. Так не распространяется. Он может быть просто переносчиком. Да, он может быть переносчиком, конечно же, но так не работает, иначе очень быстро бы это волной такой прошли все эти нотификации. Слава Богу. А то, чтобы эта программа работала по вирусному принципу, тогда будет точно такая же картина. А в принципе так оно и есть, да? Агрессы получается возможны, то есть имея один телефон, посетим 10 концертов по 2000 человек, отправим от одного больного, если у тебя есть больной, и сразу 20 тысяч человек. Но опять же, трудно вокруг себя создать такую плотную массу в радиусе двух метров. Ну, любое. Я сейчас кидать телефон, ходить вот так, как бы стоять на моем головой. 10 минут надо еще создавать. Я так думаю, что эти требования 10 минут и 2 метра, они слишком, скажем так, жесткие. Можно было бы поменьше поставить, не 10 минут, а поменьше, и расстояние точно побольше. это было бы правильно. Ну, в общем, те, кто выдумывали эти константы, они, наверное, знают, что делать. теоретически, можно же, вот эти ключи сохраняются, а там же можно датусы, конечно, на самом деле. дата, время. Время. И потом ты можешь сам для себя понять, где ты. Теоретически, да, можно. Теоретически, конечно, все можно, но код, да, да, в этом большом ключе даты нет. В этом большом ключе есть дата в смысле дня, но не в смысле времени. То есть он дневной ключ за этот день. Это там есть. День именно в конкретной локации, да? Да, ну, по-моему, там все эти дни приведены, какой-то Лондон или что-то в этом духе. Дестакт вопрос. А транспорцию как-то заработает? Консорциум на этом ничего не зарабатывает. А Google? Вот насчет Google не знаю. А базы зарабатывают? Есть возможность как-то заработать на этом все? Люди заработали, сделали. Так я же сказал вначале это сам, приходите в Icefire, а мы там работаем здесь. Вы говорили, что базу, ну, то есть нет смысла скачивать из Латвы, из Литвы. А если я туда поехал? Вот. Дальше сейчас это еще не работает, но предположим, что вот здесь Латвия, Литва, и следующая версия этой хвои аппликации, аппликация сама не поменяется, то есть ничего не поменяется, потому что и сейчас уже телефон эстонский и латышский, литовский, они уже сейчас compatible, они уже сейчас спокойно обмениваются этими ключами по Google, Apple, там все и так работает. Вопрос только в том, как передавать вот эти ключи между двумя бакендами, двумя или тремя множество бакендов. Поэтому сейчас в Европе уже опять же бюрократы собрались и расписывают протокол, каким образом обмениваться будут ключами вот эти именно бакенды. Там будет, видимо, таким образом, что если, я еще точно не знаю, но таким образом, если человек посетил другую страну и телефон определил, во-первых, человек дает это самое соглашение о том, что я хочу, чтобы это дело фиксировалось, и потом отслеживается именно страна, куда он приехал, и тогда из этой страны начинают там какие-то ключи куда-то качаться или его ключи. В общем, обмен ключами происходит не для всех людей в Европе, а только для тех, кто отметил себя как путешествующий. А если у тебя дата-роминг отключен, то, соответственно, ничего не... Дата-роминг. Для Bluetooth дата-роминг не важен. Надо хотя бы пару раз, хотя бы несколько, ну, пару раз в день попасть в какой-то, в какую-то сеть, чтобы скачать вот эти вот заболевшие ключи, чтобы получить нотификации, если они есть. А так для работы вообще-то, вообще-то, мобильная связь не нужна. Как он узнает, что я в другой стране все-таки КПС не знаю? Пока не скажу, потому что это еще, эта версия, она как бы еще обсуждается. После этого, когда телефон будет скидывать свои ключи больные за две недели, он скажет, что я за две недели был еще в той и в той стране. Может быть так, да, да, может быть так, как-то так, в официальном анонсе была тема от порядка 10-15 компаний, которые как бы занимались этим. Кто что-то делал? Да, кто что-то делал? Многие делали, да, 12 компаний участвовали, там на слайдике будет у меня список этих компаний, я просто не хочу показываться на следующий слайд, там контрольный вопрос. Кто что делали? Icefire делал бакендовскую часть, вот эту базу данных, вот это вот все подтверждения, здесь вот всевозможный трафик, который происходит здесь, это делал наша компания. А остальные делали много чего другого, например, андроидовое приложение, iOS-овое приложение, тестирование, дизайн, ну, там много чего. А будет рассказ про бакенд, архитектуру? А с этим все просто. бакенд, в общем и целом, это архитектура бакенда, она взята из вот этого консорциума DP3T, который был на предыдущем слайде. Они сделали так называемую референс-имплементацию, и там, скажем так, Эстония, она использует, в общем-то, работу двух больших, во-первых, Google и Apple, потому что она уже есть, и плюс еще SDK, который произвел вот этот консорциум DP3T. Оно все в открытом доступе, да. Можно, конечно. А на чем мы открыты, товарищи? Ну, это на Яве, а остальные native... А в эстонском облаке обязательно? Все эти базы, все эти системы, они находятся там, где находится портал пациента, то есть те же самые облака, инфраструктура, ранят все остальное. А какой поток данных примерно в этих видео? Не очень большой, потому что статистика такая, скачали аппликацию 150 тысяч человек, да, не знаю, много это или мало, по-моему, много, но, правда, сейчас уже так замедлилось это скачивание, то есть какое-то насыщение. 10% сейчас? 10%, да. Отметили себя заболевшими, по-моему, 67 человек на данный момент. 67 человек отметили себя как заболевшие. Вроде как немного, да, но если учитывать, что 10%, значит, ну, в общем, более-менее подходит. А есть статистика, сколько удалили? Нет, такой статистики, по-моему, нет, если только у Google спросить. Не знаю, Google знает это обоанно? Он должен показывать сколько приложений, сколько установили, сколько удалили. Ну, наверное, показывает где-то, да, наверное, показывает. Сколько людей получили опрещение? Хороший вопрос, мне-то неизвестно. А почему это неизвестно? А потому что это никак неизвестно. Телефон решает показывать, не показывать, и он об этом никому не говорит. это анонимная информация. Это анонимная информация. Просто они скачивают, писачивают, сам щит. Есть скачивают, сам щит. Телефон в итоге хранит за две последние недели эти маленькие ключики и вот за две последние недели эти большие, которые из базы поступили. Ну, в принципе, он их хранить-то и не должен даже, раз проанализировал и забыл. А может, система готова к горизонтальному полуэкскалированию, если будет очень много скачиваний, если полмиллиона скачают еще. Да ничего страшного, в принципе, два раза в день полмиллиона, как бы, это ни о чем. Телефон должен хранить ключи, потому что ему может прийти маленький ключик, а не, не должен. Не, уже не должен. Более того, я скажу сразу, как только этот телефон отмечает себя как зараженным, он полностью выключает всю систему. Все, больше этот телефон никаких ключей нигде не распространяет. А то, что если человек больной, потом ходит, и потом, может, иметь смысл? Да, пусть ходит, только об этом никто не узнает, потому что система не распространяет эти маленькие ключи после того, как он отмечен зараженным. Я еще раз говорю, все, так сказать, основа... А с какой целью это сделано, что он не распространяет? Хороший вопрос. Допустим, предположим, он продолжает распространять эти ключи. Что это значит? Это значит, что он сохранил сюда свои больные ключи, да, за вот этот, за сегодняшний день, например, и тут же использует его дальше, этот же самый ключ, который он только что сохранил. Это значит, что некий злоумышленник может скачать этот ключ сегодняшний, а потом ходить вот так, как с радаром, и у кого запищит. Называется охота на этих самых. Что он может так срывать все мероприятия? Так нельзя же официально, маленькие ключи обратно не верят. Не, маленькие ключи нельзя, но если ты знаешь большой, и ты услышал этот маленький ключ в эфире, ты можешь понять, что этот маленький ключ принадлежит этому большому ключу. И сразу вот буквально ткнуть в человека мобильником, и он запищит. Ну так вот, сидит дома, правильно? Да. Ты больной сидит дома. а вторая программа отключается, когда она отмечена как заболевшая. Если он заболел, отметил себя больным, пошел в магазин, то есть дальше... Все. Программа никак ничего не следит. Все время насчет пища, а еще принято меня подключил. В смысле, пища. Это мы обсудили сейчас гипотетическую ситуацию, если программа продолжает работать после того, как отметил себя больным. Вот этот хакер, который скачал ключ, вот этот один... Ну вот, например, здесь какой-то хакер, он скачивает сегодняшний ключ, все сегодняшние ключи, и потом он, в принципе, может вот так вот пройти по залу. А почему запищите? Ну, такую программу себе написал, чтобы запищало. Он поймает маленький ключ, и он окажется совпадающим с тем, который в базе данных. Если каждая страна в принципе... Давайте потихонечку двигаться до завершения. Да, давайте. Потому что это очень хорошая тема, отлично, потом в перерыве спрашивают. Переживь нельзя близко стоять. Можно написать мне имейл. Да, можно написать имейл, контакты, все, давайте двигаемся. Давайте двигаемся дальше, поэтому у меня тоже контрольные вопросы, да, есть. Первый вопрос. Кто за то, что приложение издаст звуковой сигнал, как при приближении к больному человеку? Так. Ну, в общем, почти нет рук. Я так понимаю, просто протролить хотели. Вибрирует. Вибрирует. На самом деле, напрасно смеетесь, если даже не смеетесь. Была одна журналистка, которая, прослушав, так сказать, все об этой программе Хоя, надела маску и пошла по городу с программой Хоя. Она ждала о том, что какая-то, зайдет в какое-то она помещение и там она запищит. То есть, таким образом она найдет человека, заболевшего ковидом. Совершенно серьезно. Понимаете? Поэтому это непраздный вопрос. Так приложение не работает. Иначе, это было бы нарушение разглашения частных данных. Подошел, запищал. Так, следующее утверждение. Кто за то, что да? Какая разница? Ну и как это работает? Телефон сам скачивает. Во, правильно. Правильный ответ нет. Здесь, да? Телефон сам скачивает ключи и никто никому никаких уведомлений не посылает. Ну и последний вопрос. Это да. Здесь правильный ответ да. Ну вот, в принципе, в консорциях находятся такие такие. Все, я, наверное, 40 минут использовал полностью, да? Да. Все, тогда спасибо большое.